Много лет он чуть не заплакал, и говорит, почему ни разу не сказали. Сказали, что это какой-то день мужчин или еще что-то такое. В общем, с праздником. Здесь сегодня очень много ракетчиков. Ровно 40 лет назад мы закончили военную академию имени Дзержинского. Это академия ракетных войск стратегического назначения. И сегодня многие выпускники здесь, в этом зале присутствуют. Чтобы пояснить тем, кто не имеет отношения к армии, мы учились как бы курсантами, мальчиками. То есть учились и офицеры, а мы поступали кто после школы сразу, кто вот как я, как Юра Заскалька здесь присутствующий. Поучились в каких-то институтах, университетах. Потом нам это все надоело, и мы ушли и стали, в общем-то, курсантами. Я еще к чему клоню, что сегодня в первой части я спою много таких курсантских как бы песен, давних наших, которые не имеют большой художественной ценности. Да, но они имеют ценность как бы свидетельства эпохи, молодости, свободы. Мы как-то забыли, что мы в 70-е годы жили и были молодые. Это было время абсолютной свободы. Вот сейчас это даже как-то странно подумать. Нам кажется, что мы сейчас свободны. Я не буду никого агитировать. Но здесь много у меня в стихах о выпивках, о самоходах, о девчонках. Но это действительно было. И нас за это все прощали. Нас любили начальники. Чисто практически работаем так. Пою я два часа. Естественно, с одним большим перекуром. Примерно через 50 минут мы сделаем перерыв. В первой части будут в основном песни молодые, старые. Те, которые здесь еще не звучали практически. Во второй части будет больше афганских песен, но не обязательно. Будут и другие. И будут песни по заказу. Насчет заказов такая у меня просьба. Если кто-то что-то хочет, знает какие-то мои песни, чтобы я их спел, можно написать... Слушай, а что-то не слышно гитару. Вроде ничего не сдвигалось. Поэтому если какие-то записки будут, то их в перерыве мне сюда положите. А потом подавать не надо, потому что, чтобы мне записку разглядеть, это надо надевать очки, снимать очки. Это все неэстетично. Тогда лучше просто с места кричать. Не помнишь ли такую песню, я ее постараюсь спеть. Ладно? Сейчас вот Ренат у нас... С нами работает звукорежиссер Ренат. Замечательный профессионал. Правильно хлопайте, потому что от него зависит почти все. Тем более, что у меня гитара новая. Я ее впервые вообще в руках держу. Да, я вроде до конца. Так что, если что, все к нему. И снимает нас очень интересный человек Юрий Алексеевич Трифоненков. Он сам боевой офицер военно-морского флота на севере служил. Насчет съемок еще почему, что я думаю, что он уже к завтрашнему дню это выложит в Ютубе. Так что все это можно набрать. Там гнездо глухаря Верстаков и прочее. Если там что-то не будет, посмотрите на мой сайт. Сайт я даже не знаю, как называется. У меня дочка его ведет. Да, но надо набрать Виктор Верстаков, и оно сразу же выскочит. Видео диск будет? Диск? Если сами запишите, то будет. А если нет, то нет. Последнее из объявлений. 19 декабря. Это тоже будет суббота. В это же самое время. Но немножко в другом зале, где мы в прошлый раз выступали. Здесь многие там были. Да, в большом зале. Там же где-то билеты их покупают. Будет, я считаю, удивительно, уникальное выступление Игоря Морозова, который здесь сейчас присутствует. Этот основоположник афганской песни. И такой Анатолий Пшеничный. Тоже КГБшник. Только Игорек Морозов, он как бы, ну, можно сказать, военный КГБшник, а тот дипломатический. И вот они вдвоем будут давать, так сказать, выступление. 19 декабря. Я считаю, это будет очень интересно. Начинаем работать. Первую песню я все-таки спою афганскую, потому что часто свои выступления перед любой аудиторией, самой гражданской, в писательских поездках, я начинаю с нее. Называется песня «Девятая рота». Это та же самая рота, о которой был снят, я считаю, плохой фильм. Одноименный там, но тут показано в фильме, как эта «Девятая рота» попала в передрягу в конце войны. Я тогда тоже был в Афганистане, но не был тогда с «Девятой роты». А в начале войны «Девятая рота» участвовала в первом самым страшном бою вместе с нашими КГБшниками, брала дворец Амина. Еще на границе И дальше границы Стоят в ожидании Наши полки, А там, на подходе К афганской столице «Девятая рота» Примкнула штыки. «Девятая рота» Сдала портбилеты, Из памяти вычеркнула Имена. Ведь если затянет С собой до рассвета, То не было роты, Приснилась она. Войну мы тогда Называли работа, А все же она Оставалась с войной. Идет по Кабулу «Девятая рота» И нет никого У нее за спиной. Пускай городка Ее бронеколонна, Последней ходившая В мирном строю, Девятая рота Сбивает заслоны В известном Декабрьском Первом бою. Прости же, Девятая рота Отставших, Такая уж служба, Такой был приказ, Но завтра зачислят На должности павших В девятую роту Кого-то из нас. Но завтра зачислят На должности павших В девятую роту Кого-то из вас. Войну мы опять Называем работа, А все же она Остается войной. Идет по Тверскому «Девятая рота» И нет никого У нее за спиной. Идет по России «Девятая рота» Пусть нет никого У нее за спиной. Так, ну вам будет сложно Вот еще почему. Во-первых, гитара новая, Поэтому я буду время от времени Проверять. У нее струны ползут. Во-вторых, то, что Немножко простужено, И буду немножко Платочком натераться. А болтать постараюсь поменьше. Ну-ка, какие пояснения Буду делать. Песня называется «Мой дом – ракетные войска». Там есть некоторая терминология БРК – Боевой ракетный комплекс. ЗИП – Запасные инструменты и приборы. Есть намек на то, Что ракета очень много пьет. А дело в том, Что одни из первых Наших тяжелых ракет Они летали на чистом спирте. «Мой дом – ракетные войска». Я родился на БРК, Но головная часть моя Была без ЗИПа. И я валяю дурака, Люблю и пьянствую пока, Люблю до одури И пьянствую до хрипа. Шинель повыцвела уже, Я на последнем рубеже, Но есть гитара И невырванные зубы. Ведь я за мир стою в душе, Ведь мне Даяны и Маше, И даже Мао одинаковы сугубо. Но я защитник, я плод, Меня ведь партия ведет. И говорят, что я давно Един с народом. Конечно, пью, а кто не пьет? Ракета, знаешь, сколько жрет, А ничего, летит во всякую погоду. Мой дом — ракетные войска, Я родился на БРК, Но головная часть моя Была без ЗИПа. И я валяю дурака, Люблю и пьянствую пока, Люблю до одури И пьянствую до хрипа. Я буду рассказывать кое-какие, Так сказать, личные вещи, Как будто бы они касаются Только тех, с кем я служил. На самом деле здесь есть люди, Которые служили не с нами. Я думаю, им тоже будет интересно, Потому что, в принципе, Вот курсантская жизнь, Я это знаю потом, Как военный корреспондент, Правда, я много с людьми общался, Она похожая. Просто у нас была конкретно такая, А у них конкретно другая, Но события были очень похожи. Ну ладно. Но у нас была, например, Интересная казарма. Она располагалась на набережной Мариса Тереза. Сейчас, по-моему, Софийская уже вернулась название. Это прямо напротив Кремля, Напротив Спасской башни. Слышно куранты. Можно, забыл, сколько времени Посмотреть это самое из окошка И увидеть, сколько на Спасской башне показывают. И это вроде хорошо, Но иногда бывало и грустно. Так посмотришь, посмотришь, Думаешь, а у тебя-то жизнь собачья. Отбой, но спать тебе не хочется, Доносит ветер звон курант. Такая ночь не скоро кончится, О чем задумался курсант? Увы, не физик и не лирик ты, Не хулиган, не дипломат, А лишь с портфелем чищевым бритым Академический солдат. А по реке ложатся он близки, Как на погонах белый кант. Москва уснула, только он не спит, О чем задумался курсант? И будут девочки потертые Ловить тебя на перехват. Зачем не спишь ты, Но четвертую, Академический солдат? Увы, не физик и не лирик ты, Не хулиган, не дипломат, А лишь с портфелем чищевым бритым Академический солдат. У нас был... А это что такое? Общевоинский устав образованных сил, Спасибо. Сильнее пострунуть? Пожалуйста. Я наоборот боюсь сильнее бить. Ну в общем у нас был какой-то интересный Начальник факультета, Который говорил на О. Хотя он был хохол, Генерал Столяренко. И сейчас понимаю, что это был нормальный мужик. По идее он всех нас должен был Давно бы разогнать оттуда, к черту. Меня он несколько раз спасал, Даже когда на меня стучали там это самое. Вместо того, чтобы сдать меня в КГБ, Он мне вызывался к себе И начинал на меня кричать на букву О там. Вот две песни, которые как-то связаны с ним, Хотя не обязательно формально. Первая называется «Ейный папа, говорят, генерал». «Ейный папа, говорят, генерал». А когда я к ней пришел, то не знал. Выпил я стакан муската И пошел ругаться матом, Но стоит в дверях отец-генерал. Молодой, он говорит, человек, Позабудьте мою дочь вы навек, Чтобы с нынешней недели Вы встречаться с ей не смели. Уходите, молодой человек. У Иринки заблестели глаза И по щечке побежала слеза. И она сказала, что же, Если он уйдет, я тоже. Мы уйдем, никто не против, все за. Да? И она сказала, что же, Если он уйдет, я тоже. Мы уйдем, никто не против, все за. Дверь захлопнулась, Мы вышли гулять. И сказал я, что ж ты делаешь, Ира? Мне ведь папа был твой нужен, Чтоб подняться вверх по службе. Кто ж теперь меня начнет продвигать? И когда мы с ней вернулись домой, Мне сказали, человек молодой, Вы дослужитесь, дочина, Позабудьте лишь Ирину. И с тех пор я снова стал холостой. Но Людкин папа, говорят, генерал. Песня тоже связанная с генералом, Но уже более прямую, В прямую. Песня о самоходе, Это, значит, самовольную отлучку. Ну, короче говоря, Когда без разрешения куда-нибудь убежал. Был пойман вечером, а днем, У генерала был прием, И генерал кричал, Я так и знал, Я накажу вас, А пока я отправляю вас в войска, Вы служите, Мы вас подождем. Прошло еще четыре дня, И снова вызвали меня, И генерал кричал, Нехорошо. Сегодня ночью вы опять ушли по городу гулять, Вас офицер в казарме не нашел. Я тридцать лет, да и полет, Служил, забыв про белый свет, Зато хош и дурак, Но генерал, Тупой до слез я службу нес, А вы, я рапортом донес, Что вовсе к вам доверие потерял. Я вышел злой, без всяких мер, Но курсовой мой офицер Тот час себя поставил мне в пример. Он и деколь разрешения нет, Не бегал даже в туалет, Хоть был готов, как юный пионер. И через час от этих слов Я тоже был совсем готов, И через черный ход я в самоход. За двадцать бед, один ответ, Ви от Дзержинского привет, Взаимно согласимся на развод. Да, насчет развода, но все-таки расскажу маленькую историю, Потому что она вроде меня касается, Но она показывает дух тех времен. Я действительно вот уже все решил Согласиться на развод, И уйти из этой академии к чертовой матери. Пускай войска, То есть нас отсылали сначала войска, А потом вот как послужишь солдатам, Там два года, тогда уже отпускали. Вот, и я написал рапорт, Все уже подписали, Все уже подписали начальники. Вдруг меня вызывает вообще большой генерал, Начальник политотдела академии. Говорит, ну чего, да, он, Говорит, ну вот, не хочу у государства Деньги отнимать, Я буду писателем, там, буду поэтом, А зачем на меня деньги тратить? Говорит, Витя, ты дурак. Я обиделся, говорю, Товарищ генерал, почему я дурак-то? Говорит, Витя, ты не понимаешь, У нас государство пока еще богатое. Оно может кого-то выучить, А потом пиши ты, что хочешь, И делай, что хочешь. Кончилось тем, что он написал мне Предисловие к моей поэтической книжке, Которая вышла в издательстве «Современник», Это такое хорошее издательство, Еще в то время, когда я был курсантом. Представляете, какие у нас были хорошие генералы. И даже... Ну вот, а жили мы в этой курсанте, То есть в казарме На набережной Мариса Тореза. Напротив Кремля, ну, напротив. А Академия рядом с Кремлем, На китайском проезде. То есть каждый день нам нужно было ходить Через мост. Да, туда-сюда. А, по-моему, в первое время Мы даже по четыре раза в день ходили, Потому что еще возвращались на обед. Столовая была в казарме. Ну вот, когда идешь, особенно зимой, Вот так вот холодно по мосту. Всякие грустные мысли. Вот об этом песня. Никогда не будет никогда Встреч на год, разлуки на неделю. Мы идем неведомо куда По мосту сквозь юги и метели. Ничего не будет ничего, Кроме редких встреч и редкой ласки На прощание взгляда твоего И конца почти счастливой сказки. Никому не надо никому Обо мне рассказывать с печалью Можешь только рассказать ему. Я ему на свете все прощаю. Я люблю тебя на все века И люблю всех тех, кого ты любишь. Ты мне письма шли издалека Что меня немного помнить будешь И пускай не будет никогда Встреч на год, разлуки на неделю Мы идем неведомо куда В сапогах и выцветшей шинели Мы идем неведомо куда В сапогах и выцветшей шинели Сейчас проверю гитару. Она новая, у нее струны ползут. Я же не знаю. Ренат отключился Включился Сейчас мы с ней справимся Ренат опять не слышно Ты выключил Чтобы меня не было слышно Ну что делать Ладно, я надеюсь Здесь нет людей с очень тонким слухом Можешь включать Ну вот, дальше наша служба какая пошла Время от времени мы выезжали По-моему, назывался загородный учебный центр Это в Калужской области В районе Балабаново Чтобы была понятна песня Там упоминается Ермолина Ермолина это недалеко от, так сказать Нашего лагеря было Это какой-то поселок Где была ткацкая фабрика Было много молодых девушек-ткачих И поэтому наши офицеры очень бояли Что мы будем туда в самоволку бегать И чем-нибудь заразимся Вот, и упоминается еще наш начальник курса Закурдаев Очень замечательный человек Не стал бы сейчас об этом говорить У всех в жизни замечательно Но он к нам пришел С должности командира Ракетного крейсера И стал у нас начальником курса Мы его очень любили И так, значит Сборы Да, и еще упоминается Горачев отец Это наш старшина Не путайте с министром обороны С Пашей Горачевым Про который у меня тоже есть песни Но сегодня я их петь не буду Нас проводил Горачев отец И мы сказали хором Сказали хором Мы конец последним нашим сбором Прощай, Калужская земля Учебные площадки Казарма, стрельбище, поля Гранаты, лопатки Прощай, Ермолина Где я по правде даже не был Навек прощай, постель моя Детище шир по требам Здесь Закурдаев нас учил Быть стойким, храбрым воином Здесь часто дождик нас мочил Июльский беспокойный Здесь курсовой наш офицер Помощник верный Зака Чтобы нам показывать пример Ползком ходил в атаку Здесь были сборы Были мы и были, слышишь, Боже Здесь ядовитые дымы Но отпуск будет тоже Здесь было много от тюрьмы Но отпуск будет тоже Ну и, конечно, как в любом мужском коллективе У нас у каждого была своя какая-нибудь кличка Прозвище Редко кого там звали по имени, по фамилиям Один из нас был такой Валерий Сенькин У него было прозвище, кличка Бонифации Вот почему Бонифации, непонятно Вот Может быть, внешняя сходство А кто видел нас на сайте? В мультфильме только Ну вот А он чем отличался? Он хорошо играл в хоккей, в футбол И был балбесом В смысле Насчет учебы там не очень И вот я такую написал песню Которую называют Или песня Бонифации Или футболист, хоккеист и балбес И помню, что еще в курсантской времена Возьму гитару А он начинает конючить Верстак Ну спой про меня Спой про Бонифации Вот я сейчас спою К сожалению, его уже среди нас нету И он бы не мог уже здесь появиться Как уже и многие из нашего выпускника Нам уже перешло за двадцать Животы набирают вес Не стареет один Бонифации Футболист, хоккеист и балбес Мы устали, мы можем сорваться Мы психуем по делу и без Но он спокоен, как пень Бонифации Футболист, хоккеист и балбес Если выпито кружек за двадцать Если ты к туалету полез Кто там спит на полу Бонифации Футболист, хоккеист и балбес Мы устали, мы можем сорваться Мы психуем по делу и без Но спокоен, как пень Бонифации Футболист, хоккеист и балбес Вам с женой надоело ругаться К ней последний пропал интерес Кто ж поможет в беде Бонифации Футболист, хоккеист и балбес Вы один, а противников двадцать Забывая про свой интерес К вам на помощь спешит Бонифации Самый лучший на свете балбес Но потом, как у всякой военной, так сказать Курсантской молодости У нас стали появляться какие-то дальние выезды На какие-то уже производственные войсковые практики Вот однажды нас занесло в город Пензу В Пензе мы работали на каком-то непонятном военном заводе Паяли какие-то непонятные типовые элементы замены Сокращенно ТЭЗЗ Вот, что еще там было интересно Что вот тот же Бонифации И несколько еще ребят крепких из моего отделения Они подрались в первые же дни на танцах с местной шпаной Шпану стала защищать милиция Тогда наши ребята побили милицию Сломали какому-то милиционеру руку Это уже было серьезно И вот все, что мы были в Пензе И нас пытались подловить И местная шпана, и местная милиция Поэтому песня такая тяжелая Что-то странное творится Уезжаем, и мы в столицу Подтирая поясницы и носы Пусть нам Пенза только снится Пусть быстрее пусть мчится До московской пограничной полосы На Казанском на вокзале Кто-то встретит нас едва ли Неужели ревновали мы не зря Мы ли писем не писали Мы ли за них не выпивали Мы ли в Пензе миловали стихарям До свидания, город Пенза Где так редко был я трезвый Где опасно без обреза даже днем Я в рабочие не лезу Мне до лампочки все тезы Блоки-склоки И военный ваш прием А когда в Москву вернемся Обязательно напьемся И к подругам прежним Хода больше нет Телефонами махнемся Кто с кем хочешь, тот знакомся А понравится, живи, физкульт-привет Что-то странное творится Уезжаем, и мы в столицу Подтирая поясницы и носы Пусть нам Пенза только снится Пусть быстрее пояс мчится До московской пограничной полосы А потом мы, как опять-таки бывало не только у нас Перешли на полуказарменное положение То есть еще оставались все-таки как бы Саша, положи вон туда куда-нибудь То есть оставались как бы еще в казарме Но уже был более-менее свободный выход И уже ездили в академию Не пешком ходили в строю А на каких-нибудь автобусах И был автобус 98-й Автобус 98-й Володенька, привет 345-й полк пришел Вот, и этот 98-й автобус Он чем-то запомнился С ним была связана юность Потом, через много лет Я получил квартиру на окраине Москвы В Леонозово И вдруг с удивлением увидел Что 98-й автобус стал ходить Около Леонозово Вот, потом еще через много лет Когда я уехал в Москву Я сейчас живу не в Москве Я сейчас живу в глухой деревне В Москву только приезжаю Вот, на пару недель весной И на пару недель осенью Вот, мы сейчас с вами встречаемся И я смотрю, и исчез вообще Из Леонозова 98-й Но он был Вот песня называется Про 98-й автобус Мечты обязательно сбудутся Но вечно прибудет со мной Садовая Спасская улица Автобус 98-й Пивные ларьки в окружении И через дорогу продмак Войдите в мое положение Пропить все и жить натощак Я выучусь, стану ракетчиком Женюсь, воспитаю ребят Над жизнью своей искалеченной Расплачусь я вдруг не в попад Жена удивленно нахмурится Я выпью и снова со мной Садовая Спасская улица Автобус 98-й Мы люди по-своему дошлые Советские экс-юнкера Да здравствует светлое прошлое Туманному завтра ура Претерпится жизнь и прелюбится Жаль, юность порвется струной Прости меня Спасская улица Автобус 98-й Садовая Спасская улица Автобус 98-й А потом мы стали ездить еще дальше На войсковые какие-то стажировки Одна из них была на космодроме Слово космодром звучит хорошо Но совершенно непонятно, что это такое Даже по названию Вот мы туда ехали на поезде Приезжаем мы на конечную станцию Называется Тюратам Это даже не станция полустанная Какая-то, ладно Кстати, перед ним была остановка Называлась Секс-Аул Мне это так понравилось Так многообещающе Ну вот, приехали в этот Тюратам Но, кажется, это еще не космодром Но почти космодром Чуть-чуть проехали на автобусе Значит, въезжаем через КПП По идее, должны куда прибыть? На Байконур, да? Как тогда все называли в открытой печати Оказалось, что нет Байконур, это казахское селение За сотни километров от этого космодром Триста, да? О, триста километров Ладно Ну, куда мы приехали? Как же называется космодром? Значит, оказывается, называется город Ленинск Город Ленинск, который расположен на территории Кзылординской области Казахской тогда СССР Ладно А я туда летал еще на самолете Берешь билет куда? На космодром в Ленинск, в Тверотан Неа Берешь билет в крайний Вот так и написано там Самолет летит в крайний, да То есть еще одно название Ну вот песня о том, как мы впервые туда попали Вновь колеса, колеса и казенный дом Но монетку подбросим, падает орлом Значит, путь далек лежит нам на восток Снова путь далек лежит нам на восток Где верблюды, верблюды, корабли пусты Где казахские юрты, чахлые кусты Где придут стада В город Кзылорда Где придут стада В город Кзылорда Где рассветы, закаты Незнакомые Где мы просто солдаты Парни скромные Где нам вслед вздохнул Город Секс-Саул Где нам вслед вздохнул Город Секс-Саул Вновь беседы о жизни И, коль долг велит Мы послужим отчизне На краю земли Не поленимся Пить мы в Ленинске Не поленимся Пить мы в Ленинске Да, кстати Вы не стесняйтесь выпивать Не только в паузах Когда я пою А кто-то выпивает Мне еще приятнее петь Ну вот О наших казармах Первая была, значит На набережной Марии Старезов Вторая была на Садовом кольце Но когда уже пять лет В казарме сидишь Уже немножечко надоедает И вот песня о том Какие мысли приходят человеку Который пять лет В общем-то находится На казарменном положении На Садовом, на Марии Старезом Удивляясь на самих себя Редкий день мы выглядели трезвым Алкогольный ужас возлюбён Курим пьём и ухмыляясь криво Рассуждаем, что такое мир Жизнь понять поможет только пивом И советской Честерфилд по мир Говорим о будущем и прошлом Не имея нынешнего дня Только в поведении нехорошем Нас не нужно очень обвинять Мы вообще-то за любовь и нежность В этой жизни знаем до черта Только вместо идеалов прежних В наших душах нынче пустота Говорят по своему влечению Мы пришли в секретные пока Раз такого в общем назначении Раз такие в сущности войска Раз такого в общем назначении Раз такие в сущности войска Бог простит нам наши заблуждения На земле, а может, вне земли А пока есть женские колени Водковина, пиво, жигули А пока есть женские колени Водковина, пиво, жигули А тогда, в начале 70-х годов Были модны всякие там эти протесты И борьба, борьба за мир Протест против войны Я тоже написал такую песню протеста Против ракетной ядерной войны Пояснить единственное По ББГ это повышенная боевая готовность В одном месте идет перечисление Американских ракет Но это, я думаю, поймете Встречаю Новый год у телевизора Где женщина танцует в парике Пока моя ракетная дивизия Еще не переходит в ПОБГ А перейдет и все вокруг изменится А кончится бравурный перепляс И женщина красивая оденется В красивый номерной противогаз Я телеку несу в бомбоубежище Я сяду возле черной кнопки пуск Изделие красивое и нежное В Америку отправит срочный груз И в этой вот дуэльной ситуации Покуда не дошел ответный зал Я на экране радиолокации Увижу танцевальный телезал Танцуют минетмены и титанчики Сержант, поларец, атлас, посейдон В Америку звоню Здорово, мальчики Физкульт-привет Звучит в ларингофон Я спрашиваю Как изображенится Олрайтушки в ответ Эн, что у вас Изделия находятся в движении Эн, да мы пустили весь боезапас И я кричу Какую вижу женщину Они кричат Не слышим Повтори Телеэкран до черточки Уменьшенный Со мною синим пламенем Гори Встречайте Новый год У телевизора Вам женщина Станцует в парике Но знайте Что ракетная дивизия Готова к переходу В ПОВБГ Перейдет И все вокруг изменится Окончится Провурный перепляс И женщина Красивая Оденется В красивый Номерной Противогаз Вот песня написана Немного попозже Но она Именно о курсантском времени Значит Тут наша первая казарня была На Марисе Терезе И недалеко от нас было Английское посольство Потом она куда-то переехала Куда-то Думаешь? Да, да, нет Это президентская посла Посольство напротив Киевского обзора О Вот правильно Значит Осталась Эргенция посла Ну ладно А тогда была целая посольство Ну короче А своей тыльной частью Это английское посольство Выходило на сквер Репина Или парк Репина Или сквер Репина Да, это правда Вот Там кинотеатр Ударник еще Болотная площадь Где сейчас эта Оппозиция собирается А мы там Значит Бегали по утрам На зарядку В форме номер 2 Или как-то С голым тортом Он присоедет Там где-то Сто или 200 Там Молодых Здоровых Бугаев Выбегают в центре Москвы Начинают рукать Махать То есть нет Махать руками Ногами Вот Да А вечером Иногда там Назначали свидание Почему? Во-первых Близко От казармы А во-вторых Там вот В парке Репина Были Такие скамеечки Они как-то В заросле В кустах И там было сидеть И никто тебе не мешает В тылу посольства Великобритании Где длинный сквер Скамейки И фонтан На первые Курсантские Свидания Я приходил Прекрасный Юный Пьян Близ Памятника Живопис В Репину Скамеечка Стояла В темноте Волнительней Не помню И нелепее Свидание В жизни Чем Свидание Тем Московская Холодная Холеная Девчонка Издевалась Надо мной Чтоб через час Прекинуться Влюбленную Перед казарменною Проходной Ей нравилось Наверное Многолюдием Хмельные Голоса Со всех сторон Эй, девочка С какой ты Киностудии Братан Отдай ее В наш Батальон Не знаю я С какой ты Киностудии Отдам тебя В соседний Батальон Тогда Со страстью Будто В самом Делишной Она Приподнималась На носки Закидывая На мою Шинелишку Две Белых Гар Настаевых Руки И прижималась Бедрами Упругими И целовала В губы Не стыдясь Чтобы юнцы Военные С подругами Завидовали Видя Нашу Связь Я иногда Хожу В Замоскворечье Сажусь На ту скамью Когда пусто И вспоминаю Будто Вспомнить Нечего Ее Перед казармой Устан И вспоминаю Что ж Мне вспомнить Нечего Ее Перед казармой Устан Ну и конечно Было Несчетное Количество Обработок Переработок То есть Когда мы На какую-нибудь Чужую мелодию Писали Свои слова Не только Я писал Кстати Обычно Я не пою На выступлениях Песни Где что-то Не мое Но Как образец Одну песню Спою Правда Она грустно Кончается Но все В этой жизни Грустно Кончается В конце Кончается Жил Был Курсант На свете Он Славный Парень Был Его Любили Дети Кам Взвода Не Любил Лена Лена Бом Бом Лена 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 Бом 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 С друзьями Был Он Кроткий А С Женщинами Смел Таскать Зубами Пробки Никто Смел Никто Отдамся, нет. Лена-Лена-Бом-Бом, 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 Бо-бо-бом-Бом, Бо-бом-Бо-бом, Бом-бом-бом-бом. Но вдруг одна девчонка Сама сказала нет И отошла в сторонку, Он побежал ей вслед. Лена, Лена, бом-бом. За поворотом руки Схватили патрули В комендатуру суки Курсанта отвели. Лена-ляна бом-бом, лена-ляна бом-бом. Уставы заставляли учить она заре, Курсантов расстреляли во внутреннем дворе. Лена, лена бомбом. Лена бомбом. Лена, лена бомбом. Лена, лена бомбом. Бомбом бомбом. Бомбом бомбом. Бомбом. Чего-чего? Он после этого все равно выжил. Он выжил, конечно. Моженая Тольва, я переживал. Тоже песня, немножко воспоминания о тех курсантских годах и что у нас было тогда. Называется она «Платформа серп и молот». Такая платформа действительно есть. Это первая остановка от Курского вокзала в южном направлении. И сейчас есть, да. Вообще это называется «Площадь Ильича». Правильно, Игорёк, да? И бывшая Рогожская застава, да. И нынешняя, да. И кровь уже не горяча, и дух уже не молод. И вдруг заставы Ильича платформа серп и молот. Случайным ветром занесло служебная забота. А может, времени крыло устало от полёта. Стучу ладонью о кулак в неизъяснимом раже. Куда лечу, не знам, а как, не оглянувшись даже. Дощатый низкий павильон с обитой жестью печкой. Пускай не сохранился он, я укажу местечком. А как звенели провода над павильоном этим. Как мы гадали в те года, кого на даче встретим. Прощай застава Ильича в последней электричке. Плечом касаемся, плеча краснея с непривычки. В ту зиму лютую никто не наезжал на дачу. Моя шинель, твоё пальто, простыночки в придачу. Не засыпали ни на час, ещё не веря в роде, Что впереди весна, у нас, что лето на подходе. А если это было так, а так оно и было. Зачем ладонью о кулак стучу, что станет силой? И кровь уже не горяча, и дух уже не молот, А всё ж заставы Ильича платформа серп и молот. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, что у нас? В шуе вечера. В шуе вечера мы до второй части. Когда давным-давно. Нет, ребята. Так, у нас уже скоро к перерыву. Перерыв. Нет. Перед перерывом мы вторую часть сделаем несколько побольше, потому что там будут и заявки, и всё там. Да и первым много работаем. Закончить хочу тоже старой ракетной песней, но и не поймёшь, что она ракетная поначалу, а всё-таки. Но она, кстати, вошла в мой фильм, последний, который я ещё успел на советском телевидении выпустить. Музыкальный фильм был большой-большой. Назывался «Офицерский романс» по центральному телевидению. Потом, конечно, демократы пришли к власти, его вообще размагнитили. Но, в принципе, кто зайдёт на мой сайт Виктора Верстаков, там этот фильм ещё есть. Так что я вам советую посмотреть. Там кое-что интересное. Итак, ракетная песня, которая неожиданно начинается. Кавалер Горды и драгуны по эскадронам ушли в веках, Пауния бросив, порвавшись струны и вылив жёнку на плац полка. Прощай, манёвры, прощай, парады, Прощайте, глазки из-под платка, Прощай, аресты, прощай, награды, Дымки шрапнули и свист клинка. Не мыли в галопе, ломали шеи, То в супостату, а то и себе. Не мыли гуляли на всю Россию, В царёвой зале, в курной избе. Чернеет трензель, ржавеет стремен, Седло рассохлось, погнут клинок. Ах, были люди, ах, было время, Ах, были кони, ах, был платок. Ушли гусары, ушли драгуны, И всё ж ракетный, закончив бой. Мы варим жёнку, терзаем струны, И ту в платочке берём с собой. Мы варим жёнку, терзаем струны, И ту в платочке берём с собой. Спасибо. Так, 15 минут отдыхаем. Перекуриваем, к сожалению, только на улице. Строго даже нам, исполнителям, запретили курить в помещении.